Спорт сближает. Вот я сегодня здесь и еще ни одной секунды не почувствовал, что я не дома. Когда перед тобой ставят задачу, ты должен перевыполнить план. Игры будущего – это была новая история, никто до этого раньше не делал. Мы без лошади, без этой игры, как бы, крыгас не крыгас. Спорт всегда был и будет тем фундаментом, который объединяет людей. Игры будущего – это была новая история. Место для тренировок по Кок-Бару. Чистый горный воздух полезен не только для здоровья спортсменов, но и лошадей. Дважды в день животных выгуливают по побережью озера, укрепляют ноги. Здесь сборная Кыргызстана по Кок-Бару готовится к всемирным играм кочевников. У нас сильные соперники, там узбеки, казахи. Есть он с дальнего зарубежья, Америка приезжает. Состязания по козлодранию, так еще называют Кок-Бару, – главное украшение этого турнира. В Кок-Бару играли наши предки. Это у нас в крови. Сам я заниматься этим видом спорта серьезно начал шесть лет назад. И теперь не представляю себе жизнь без Кок-Бару. Суть игры в том, что две команды борются за тушу козла. Ее нужно забросить в казан на скаку. Весит она по 30 килограммов. Борьба за трофей – самая зрелищная часть игры. Противники толкают всадника с тушей со всех сторон, пытаясь выхватить ее. Силовые приемы разрешены, но категорически запрещено хлестать соперника кнутом и бить по голове лошадь. Травмы в игре не редкость, поэтому рядом всегда дежурит бригада скорой помощи. Это такой вид спорта, что ты сам за себя несешь ответственность. Поэтому мы стараемся соблюдать все правила, стараемся избегать сильных столкновений с соперниками. Мне повезло, у меня травм не было. Исхак Бекбалот – самый молодой игрок кыргызской сборной, но уже выступает в основном составе – нападающим. Мои дедушка, отец и братья – кокбаристы. Я уже знал, глядя на них, кем стану. Про него говорят будущее команды – ловкий, быстрый, техничный. И хотя Исхак в сборной совсем недавно, он знает все традиции и ритуалы. Перед тем, как выйти на поле, к нам подходят аксакалы и благословляют нас. А дальше все всадники обходят казаны, приветствуют друг друга и клянутся вести борьбу честно. На скакунов денег не жалеют. Цена начинается от 10 тысяч долларов. У нас в основном местные, вот ново-киргызская порода у нас есть. Ну, смесь с английскими и местными лошадями. У нас выносливые и вот эти удары терпеливые. Манас Ниязов – лидер кыргызской сборной по кокбару, лучший бомбардир и многократный чемпион всемирных игр кочевников. Его напарник – конь-фаворит. Резкий, резвый, хорошо толкается. То, что нужно для игры. Такая смесь пород лошадей очень умная. Это конь моего брата. Вот для игры в сборной и для игрокочевников он дал мне его. Кыргызстан – родина всемирных игрокочевников. Первые прошли в 2014 году в Чалпанате. Десять видов спорта. Среди них – скачки, стрельба из лука, борьба алыш. Первые, вторые и третьи игры кочевников проходили в Кыргызстане, четвертые – в Турции, а пятые – в Казахстане, в Астане. Участников с каждым годом больше, видов спорта тоже, а статус все выше. Вместо эстафеты с факелами – караван единства. Вместо огня – новый символ игр – вода. Ее набирали в 20 святых источниках по всему Казахстану и в чашах несли батыры из всех регионов страны. Это самые крупные в мире соревнования по национальным видам спорта, можно сказать, Олимпиада кочевников. Эти игры продвигают кочевую цивилизацию на глобальном уровне. Они будут способствовать укреплению международной солидарности. Инфраструктуру к этим соревнованиям готовили в течение года. В Астане отремонтировали основные спортивные объекты, а ипподром фактически отстроили заново. Абсолютно новый, абсолютно современный объект, очень важный, особенно для нас, для нашей страны, потому что конные виды спорта – это больше, чем спорт для казахов. Ипподром теперь соответствует международным стандартам. Вместимость увеличилась в пять раз – с двух до десяти тысяч зрителей. Длиннее и шире стали беговые дорожки. До начала реконструкции на ипподроме было менее 50 денников для лошадей, то теперь к этим 50 добавится еще 320. Это очень серьезное подспорье для развития конного спорта. Всего в играх задействовали семь спортивных объектов Астаны. В их числе ледовый дворец Алау – объект уникальный. Его построили специально перед стартом зимних азиатских игр 2011 года. За все время на льду дворца было установлено 9 континентальных рекордов. Алау входит в топ-10 самых быстрых катков планеты. На реконструкцию только ледового дворца Алау и стадиона Астана-Арена потратили более 5 миллиардов рублей. После проведения игр футболисты и футбольные болельщики получат улучшенный стадион с новым футбольным полем, с искусственным покрытием последнего поколения. Все это после игр достанется сборной Казахстана по футболу и новому тренеру Станиславу Черчесову. Тот самый просто космос, который в свое время вывел российскую сборную в четверть финала на домашнем чемпионате мира, теперь наставник национальной команды Казахстана. Здесь футбол – один из самых популярных видов спорта. Болельщика в море. Сам испытал, когда против вас играл. Неистово переживали, значит, любят футбол. И еще раз повторяю, теперь задача ответственно подходить к своей работе, потому что, как я говорю, главный тренер сборной по футболу – это государственная должность. Эту должность Черчесов занимал много раз в нескольких странах. Последние годы работал в венгерском Фернсварыше. Клуб дважды становился чемпионом Венгрии и один раз выигрывал Кубок страны. Но Черчесову чего-то не хватало. Хотелось бы работать опять в русскоязычной, как это сказать, стране, потому что пару-тройку лет работал все время на английском, на немецком, а хотелось бы опять на своем родном. Вот такой шанс предоставился. Шанс, а еще ответственность – показать, что спорт сближает страны содружества. Как это работает, Черчесов знает. В 92-м представлял команду СНГ на чемпионате Европы по футболу. Мы так назывались – СНГ. Сборная СНГ. И украинцы играли, и казахи, и армяне, и грузины – все играли. Спорт всегда был и будет тем фундаментом, который объединяет людей в первую очередь. Подтягиваются сборные в нашем виде спорта Узбекистана, Казахстана. Мы постоянно с ними встречаемся. И конкуренция есть. Встречаются спортсмены и на играх стран СНГ. Первые соревнования прошли в России в 2021-м. А это уже Беларусь. Лето 2023-го. Более двух тысяч спортсменов. Причем не только из Содружества независимых государств. Египет, Венесуэла, Куба, Объединенные Арабские Эмираты. С флагом и гимном. Никакой дискриминации и нейтральных статусов. Только настоящая спортивная борьба. Стандарты олимпийского движения. За 10 дней 20 видов спорта. Среди них и те, что особенно популярны у тюркских народов. Атмосфера была безумно спортивная, ответственная, яркая. Сборная Беларуси по художественной гимнастике на играх стран СНГ завоевала 10 медалей. Елизавета Зорькина в упражнении с мячом взяла бронзу. Не было свободных мест. Все просто кричат, болеют за тебя. Тогда даже чуть волнением было. В спорт Лизу родители отдали, когда ей было 4. Правда, сначала в спортивную гимнастику. Но девочка со временем поняла, ее призвание художественное. Мой тренер первый в меня поверила, взяла меня. Я там уже через месяц почти со старшими тренировалась. Мне нравилось. В итоге понравилось так, что ей удалось стать чемпионкой открытого Кубка Беларуси и международных турниров. Выиграла Елизавета и самые первые игры стран СНГ, которые проходили в Казани. Мне так нравилось, что все спортсмены живут в одном месте. Все мы кушали в одном месте. Всегда были какие-то интерактивы. И все спортсмены участвовали в разных странах России. Беларусь, Киргизия, Узбекистан, Казахстан. Мы с многими девочками познакомились. Провести игры «Содружество» предложила Россия еще в 2018-м. Но вмешалась пандемия. Игры переносили три раза. Казань ждала и уже была готова к проведению международных состязаний. Спортивные объекты – наследие универсиады 2013-го. Они пригодились и в 2024-м на «Играх будущего». Свыше двух тысяч спортсменов из 116 стран. На церемонии открытия каждый прошел под флагом своей страны. Лидеры стран «Содружество» обратились к участникам «Игр на родных языках». «Наперед у будущиню, Сябры». «Келесы воин» «Казахстандау и Кузик». Давайте проведем следующие игры в Казахстане. «Даймак штюлер дженгет, к штюнгер дженгеля. Баран издарга, Игель Калайман. Пусть победят сильнейшие». С России начинается, и мы думаем, все мои коллеги согласятся потихоньку, потихоньку. В следующий раз в Казахстане, а в 2026-м году мы готовы вас принять в Узбекистане. «Игры будущего» – это новое слово в спорте. «Фиджитал» – он объединяет виртуальный и реальный миры. «Фиджитал» – это будущее, правильно понимаю? Будущее. У нас в Казани будущее уже пришло. «Это была масштабная история, первая. Во-вторых, это была новая история. Никто до этого раньше не делал «Игры будущего». В такой композиции, в такой сборке у нас было три витрины. У нас был «Фиджитал», который мы придумали сами. Это вот соединение киберспорта и физического спорта. Написали новые регламенты, сделали новые соревнования. Фактически сделали с нуля новые дисциплины». Помимо понятного всем хоккея или футбола, есть абсолютно новые. Гонки дронов, кибератлетика, битвы роботов. Игорь Столяров не просто руководитель. Он и сам хорошо разбирается в том, над чем работает. Опытный киберспортсмен. С юности играет в приставку, но и в физическую форму поддерживает. «А сколько раз вы можете отжаться?» «Отжаться? Раз сто». «Давайте девяносто девять». «Девяносто девять?» «Так, один, два, три, четыре. Ух ты, какой темп!» «Так, а на кулаках?» «Пожалуйста». «Ух ты!» «Ты вот так еще можешь?» «Ага». «Все, мы поняли, что руководитель «Игры будущего» в потрясающей форме. Спасибо вам большое. Ну и, наверное, руководитель проекта «Игры будущего» не имеет права... «Не имеет права». «Иметь плохую физическую подготовку». «Не имеет права к себе относиться с жалостью». «Иногда не хочется, надо себя заставлять». Суть «Игры будущего» в том, что фанаты киберспорта встают из-за компьютеров и идут на стадионы. Спортсмены осваивают геймпады. Противостояние начинается за экранами. Счет на приставке становится стартовым перед выходом на лед. Павел Дацук весь матч слушал подсказки молодых партнеров по команде. Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли джойстик взял в руки на «Играх будущего» второй раз в жизни. «Я у них спрашивал, где кнопка «пас», чтобы они мне показали, куда нажимать. Так что и отобирать чай бы вот мои две функции было». А здесь уже лицом к лицу. Так играют в фиджитал-хоккей. Матчи проходят в популярном сегодня формате 3 на 3. Лазерные шоу, цифровые дабло, светящиеся панели под ногами игроков, объемный звук и свет, прямой эфир по телевидению, сотни часов трансляций на стриминговых платформах. «Три с половиной миллиарда просмотров, которые мы насчитали в онлайне, это тоже, в общем, достаточно серьезное достижение». В Казань приехали лучшие команды по «Доте-2» из Азии и Латинской Америки. Призовой фонд тоже топ уровня – один миллион долларов. По сложности «Доту» сравнивают с шахматной партией. Правда, вместо 16 привычных фигур – 200 магических персонажей, из которых нужно собрать великолепную пятерку, где один дополняет другого. Игры «Брикс» – тоже Казань, лето 2024. Особенность игр «Брикс» – каждая страна-организатор может добавить в программу любой вид спорта. Как правило, это что-то из национальных дисциплин. Равные условия борьбы – это и есть один из главных олимпийских принципов. Почти треть видов, представленных на играх «Брикс» – единоборство. Здесь очень серьезная конкуренция. У меня сейчас был жесткий бой, но результатом я доволен. Соперники очень сильные, особенно из России и Узбекистана. Игры «Брикс» – ежегодные соревнования между странами Альянса. Но на турнир приезжают атлеты со всего мира. В Казани белорусские спортсмены забрали весь пьедестал в гребли на байдарках. Гоняемся кучу дистанций, приходится сжимать кулаки, стиснув зубы, боремся за самые высокие награды. Пока байдарку спортсменов взвешивают, таковы правила гребли. Первые слова благодарности выражают месту, где стали чемпионами. За центром грибных видов спорта на озере Средний Кабан в Казани среди профессионалов давно и прочно закрепилась характеристика «лучший». Здесь самые современные стартовые системы и эллинги лодок, качеству и разнообразию которых может позавидовать любой грибной канал мира. Место под строительство грибного центра выбирали долго, с учетом десятков условий, выставленных профильной федерацией. Учитывается при выборе канала, это роза ветров, чтобы был либо попутный, либо встречный ветер, чтобы не было течения на канале и, соответственно, чтобы был состав воды, позволяющий спортсменам находиться в акватории озера. К турниру отремонтировали и центр гимнастики. Закупили новое оборудование, мебель, озеленили территорию. На мировом турнире выступают не только национальные сборные, но и команда Международной ассоциации «Небесная Грация». В ее составе спортсменки из Беларуси, Кыргызстана и России. Живот втянули, живот втянули. Айсель Гасанова из Азербайджана была главной судьей соревнований. Игры «Брикс» — ее первый международный турнир. Я очень старалась, чтобы все было максимально справедливо, честно, и чтобы девочки-гимнастки получали удовольствие от того, что делают на ковре. В родном Баку Айсель сегодня тренирует юных спортсменок. Здравствуйте, девочки. До тренерской карьеры она сама выступала на турнирах и завоевывала медали. Хотя в гимнастику пришла поздно — в 10 лет. Да, было сложно, но все получилось. Были моменты, когда мне было стыдно, потому что мои соперницы очень много умели. А я только пришла и не могла делать элементарные вещи, например, как шпагат с пола. Но я все равно удовольствием получала находиться в зале, потому что я знаю, что и моя жизнь продолжится в зале. Я останусь дальше тренировать детей. Это была моя мечта. К мечте приблизила травма спины. Пришлось оставить карьеру гимнастки. Но спорт всегда с ней. Есть дети, которые любят их, когда хвалишь. Когда ты говоришь, что-то не получается, но ты молодец. Это самое хорошее у тебя, все получится. Встань, сделай, и они делают. А вот другая партия у них наоборот работает. Их ругаешь, тебе нельзя расслабляться, вот твои соперницы делают. А ты сидишь, плачешь. А они мотивацию получают от этого. Мухтар Муртазалиев не нуждается в мотивации. Мастер спорта СССР, десятикратный чемпион Молдовы по самбо и дзюдо. Он 35 лет живет в Молдове, хотя родился и вырос в России. Когда Мухтару исполнилось 18, приехал в Кишинев из Дагестана поступать в институт. У меня ребенок здесь вырос, семья здесь, практически все здесь. Как я сказал, моя сознательная жизнь, она прошла здесь, в Молдове. Поэтому, да, у меня, я могу сказать, две родные родины. Это дома в Дагестане и здесь в Молдове. Ташкентский международный марафон. 5 тысяч бегунов из 45 стран, в том числе из Содружества. Все говорят на одном языке, на языке спорта. У меня здесь друзья из Узбекистана, Казахстана, Белоруссии, России. То есть, ну, действительно, если бы не соревнования, я думаю, мы бы просто так бы не общались, даже друг друга не знали. Марафон в Ташкенте – одно из самых значимых международных спортивных мероприятий Центральной Азии. Некоторые бегуны на этом марафоне даже могут получить лицензию на участие в Олимпиаде. Поэтому атлеты готовятся к нему основательно. Кыргызстанец Илья Тяпкин уже не раз становился победителем этого забега. Весь секрет в тренировках. За неделю Тяпкин пробегает 230 километров. Трасса действительно очень сложная. Так как два круга, первый круг еще может быть более-менее можно пробежать. Второй круг, конечно, уже это борьба не с соперниками, а больше с характером, больше с собой. Самым быстрым и выносливым оказался Владислав Прямов из Белоруссии. 42 километра одолел за 2 часа 18 минут и 39 секунд. Я готовился морально. И дома у нас, ну если дома я, тут горки, так вот вверх-вниз, а у нас дома много ветра. Я горки заменял. У нас очень сильный ветер весной. Я много против ветра сильного бегал. И может быть это немножко дало такой силы выносливости. Над выносливостью он работает каждый день в родной Беларуси. Забеги по несколько километров на стадионе Минска утром и вечером, и зимой, и летом. За год в общей сложности набегает 7 тысяч километров. Это примерно как расстояние от Москвы до Камчатки. Спортом Прямов увлекся еще в школе. Сначала занимался футболом и греко-римской борьбой. Но на уроке физкультуры учитель заметил способности мальчика и позвал тренироваться. Я когда первый кросс, помню, пробежал, очень хорошо помню этот день. Я понял, что все, я больше ничего уже не хочу. Никаких видов спорта, только здесь. Сегодня Прямов продолжает готовиться к международным марафонам. Каждый год участвует в забегах в Беларуси, Казахстане, Узбекистане и России. Да мне просто интересно соревноваться. Каждый старт там непредсказуемый. Где-то рельеф сильный. Ну, мне нравится этот, как бы это, и азартный, короче, наверное. Город Гюмри. Спортивная столица СНГ в 2024 году. Отсюда родом Аванес Давтян. Один из самых титулованных дзюдоистов Армении 21 века. Три раза участвовал в Олимпийских играх. Выигрывал многие международные соревнования. Чемпионаты Европы и мира. А еще он главный тренер мужской сборной Армении по дзюдо. Первое, что я говорю своим подопечным, когда заходишь в зал, нужно забыть обо всем на свете, сконцентрироваться на работе, выполнять задачи, которые ставит перед ним тренер, для того, чтобы достичь результата. Я сам прошел этот путь и осознаю, когда перед тобой ставят задачу, ты должен перевыполнить план. Сам он пришел в дзюдо случайно. Однажды вместе с друзьями со двора оказался в спортзале. Из всей компании в спорте остался он один. Весь мой пройденный спортивный путь в этих медалях. Особенно дорожу вот этой. Это бронзовая медаль с чемпионата мира. Ведь для Армении это была первая награда с чемпионатов мира. Это, похоже, вдохновило сына дзюдоиста. Нарек пошел по стопам отца. Мне было 8 лет, когда отец предложил попробовать свои силы в дзюдо. Я согласился, и у меня уже есть первые победы. Мне это нравится. Как тренер папа строгий, а дома любящий отец. Очень внимательный. Спорт учит не только побеждать и добиваться цели. Он порой работает лучше любой дипломатии. На пространстве СНГ большая конкуренция. А это отличная возможность для наших спортсменов расти и развиваться. Спорт всегда объединяет людей. Это как такое связывающее звено. Когда на одном языке межнационального общения ты общаешься, быстрее и проще тебя понять.